Содержимое чемодана российского туриста поразило персонал отеля. Наверное, он неправильно понял все включено. Уриет, Турция. Уриет, Турция. 2 октября 2019 года. Выезжая из отеля все включено в Анталии после отдыха. Российский турист положил в чемодан продукты из меню на завтрак, воду и фрукты. После извлечения принадлежащих гостинице предметов сотрудники отеля составили протокол и выпроводили туриста. Когда один российский турист собирался покинуть трехзвездочный отель в округе Манавгат провинции Анталия, его поведение показалось персоналу подозрительным, и было решено досмотреть его чемодан. Во время проверки в чемодане были обнаружены упакованные в пакеты продукты для завтрака, нераспечатанные бутылки с водой, а также фрукты. После составления протокола продукты изъяли. Затем турист покинул гостиницу. Неправильно понимают все включено. Сотрудники отеля сообщили, что в номера запрещается приносить еду и напитки, и об этом говорится в бланках, которые все туристы подписывают при въезде в отель. Кроме того, туристам дают брошюры о правилах проживания. Однако некоторые продолжают приносить еду в комнату, в результате чего в номерах появляются насекомые, на которых отдыхающие сами же жалуются. Некоторые туристы увозят из отеля еду и напитки, наполняя ими чемоданы, рассказывает один из сотрудников. Кто, что и сколько ест, в этом и в нашем отеле не вмешиваемся, продолжил он. Мы же работаем по системе все включено. Во время проживания в отеле все наши гости могут есть и пить сколько пожелают. Но увозить продукты в чемоданах в своей страны, это нам непонятно. Наверное, они неправильно понимают все включено. Комментарии читателя Айн Пинанда пусть берет, что такого-то. Все равно остаток отправится в мусорное ведро. А Медчевелика надо и дальше баловать иностранных туристов, снижать цены для них и не давать приезжать на курорты местным, делая для нас все вдвое дороже. Несерин зачем составляли протокол? В конце концов это еда. Продукты раздали туристам, чтобы их съели. Не вижу ничего противозаконного. Я тоже удивлен, но он просто взял продукты с собой и хотел увезти. Вот и все. И с иниса по-моему, персонал отеля повел себя неподобающим образом. Что странного, если человек взял с собой немного продуктов, напитков в дорогу. Он, что, совершил преступление. Позор. Еще и передали это в прессу. Айсучелинги расскорбили человека из-за продуктов, которые в общей сложности не стоят и 160 лир. Мне кажется, отели не должны обращать внимание на такого рода случаи. Не я тилмаз стыд и сран сотрудника Мателя, которые затевают спор из-за одного персика и горстки винограда. Да еще и публикуют это в газетах. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Материалы на СМИ.